Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Алис Татар. Здравствуйте. Подробности перестрелки в центре Одессы. Информация о стрельбе на Новосельского поступила около 15.30. По информации полиции, наряды из участкового и оперативника Приморского райотдела работали по адресу, где проживал мужчина, объявленный в розыск. Во время этого разыскиваемый открыл огонь по полицейским. В результате перестрелки три правоохранителя получили ранение. Самого стрелка застрелили ответным огнем. Он ранен. Стрелял, отстреливался со двора. А кто от кого отстреливался? Ну вот этот, что застрелили, там лежит возле Рено. Стрелял здесь по милиционерам, лежали. Одного положил здесь, вот его забрало скоро. А и забежал туда за дом, а что со вторым, я даже не знаю. А стрелял в полицейского кто? Да, тот, что лежит там возле Рено. А из чего стрелял? С Узи. С Узи. Длинный рожок такой, Узи. Очереди были? Ну такие, короткие. Короткие были. Были короткие. Не было очередей. Сначала два выстрела было, там пацана завалили. Два пацана подбежало туда и... Во дворками? Нет, прямо там на этом самом. Он одним выстрелил? Потом тишина была, и потом пошла стрелянина. Много раз стреляли. Известно, что состояние одного из полицейских тяжелое, ему сейчас делают операцию. И к другим новостям. По информации службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области до сих пор обесточенными остаются 470 населенных пунктов. Без света практически все села Килийского района. Всего на 15% к питанию подключен город Измаил. В Арцисском районе было повалено 200 электроопор. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения и в городе Белгород-Днестровском. Залучались пожарно-литовальные подраздели Главного управления ДСНС Украины в Одесской области больше 100 разов. Было вылечено близко 300 единиц тяжелой и легкой автотехники. Врятовано при этом больше 700 человек, из которых 47 дети. По сообщению службы автомобильных дорог в Одесской области, с 10 часов снято ограничение и возобновлено движение по трассе Киев-Одесса. Ограниченное движение по дороге Одессы-Рени до сих пор запрещено движение всех видов транспорта на трассе Кропивницкий-Платонова. Информации про травмирование и погибель людей в последствии стихийных явлений, природных стихийных явлений, не отходило. За последнюю дню, в последствии возникновения пожар, у нас есть погибель двух людей. Это в Беляевском районе и в городе Одесса. Продолжаем тему непогоды. Вынужденная Венеция на сахарном поселке. Дома местных жителей подтопило на полтора метра. Люди спасали друг друга из затопленных зданий через окна и собирают деньги на топливо для насоса откачивать воду. Подробнее в сюжете Надежда Бондаренко. Потоп в домах на Радиальной люди сняли на видео. Говорят, наводнение началось во время ливня. И в принципе с 2016 года это происходит постоянно после каждого сильного дождя. Мы тонем. Уже столько лет тонем, что уже нет сил. Мы проживаем в балке. По рельефу проживаем в балке. Ни одной ливневки застроили. Все новострои здесь. Ни одной ливневки нет. Естественно, раньше грунт упитывало хоть немножко. Сейчас все целенаправлено. Вы представляете, со всего поселка стекает вода. Люди вызвали спасателей примерно в 14 часов. Те начали откачивать воду с помощью помпы. Правда, топливо для работы насоса было ровно две канистры. Это примерно на 4 часа работы. Еще три емкости горючего докупали сами, рассказывают местные. Час работы компрессора обошелся в 300 гривен. На момент приезда съемочной группы на часах было 22.00. А насос продолжал откачивать воду. Мы здесь всегда все делаем за свой счет. Канализацию, водопровод менять за свой счет. Строили сами. Никогда государство к нам ничего не вложило. Мы всю жизнь сами выживаем. А сейчас мы уже сами не можем просто. Мы не можем против стихии противостоять. Нам нужна помощь государству. С помощью вот этих лавочек за моей спиной, крепких рук и соседской помощи, местные жители спасали друг друга. Из этого подтопленного здания вытащили трех местных жителей прямо из окна. Это было в районе 17.00. С тех пор воды стало немного меньше. Но ситуация по-прежнему остается плачевной. Вот здесь вот мы стояли вот так. Вот так мы стояли. И не могли. И хорошо, что я соседка. Говорю, боже, там же люди. Я говорю, они не могут вылезти. И сын, и зять пошли. И на руках отсюда их вытаскивали. Женщину и соседку. В заложниках у большой воды оказалась вся улица Радиальная. Это более 20 домов. В основном здесь живут люди рабочих профессий. Пенсионеры и многодетные семьи. Финансовые возможности самостоятельно решить свою проблему у них просто нет. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Седьмой канал. После дождичка в четверг. Вчерашняя стихия в Одессе повалила несколько деревьев. На Мечниково порывистый ветер накренил пару деревьев. Одно переломлено полностью. По улице Атамана Головатого два тополя выкорчевало под корень. Также дождем поломано множество веток. На данный момент работы по уборке упавших деревьев и веток продолжаются. Что касается одесских рек, вода с улиц практически ушла. Осталось несколько затопленных участков. Ко дню рождения великого поэта, артиста и актера Владимира Высоцкого в Одесской киностудии подготовили целую программу. В течение следующей недели там планируют показ фильмов с Высоцким, открытие новой экспозиции в Музее кино, множество инсталляций и фотозон. Как проходит подготовка, видели наши корреспонденты. Далее им слово. Ко дню рождения Владимира Высоцкого в Одесской киностудии готовятся полным ходом. Здесь монтируют стилизованный киоск, устанавливают множество стендов с фотографиями поэта и актера. Дальше по холлу, конечно, будет еще много локаций, в том числе фотозона, посвященная фильму «Место встречи изменить нельзя», в которой можно будет пофотографироваться, посидеть, посмотреть, пощупать все предметы. Большинство из них оригинальные с самой картины. В том числе есть такой приятный момент, это такая романтическая история Высоцкого и Марины Влади. У нас есть телефонная будка, которую мы декорируем, и внутри телефонной будки можно будет послушать песни Владимира Высоцкого. Он родился 25 января 1938 года в Москве. В Одессе Высоцкий был очень популярен, да и он сам не скрывал, что любил наш город. На Одесской киностудии он провел массу времени. Именно здесь сняли пять фильмов с его участием. Значит, так и запишем. Вы не жулик, вы человека убили. В рамках празднования 80-летия Владимира Высоцкого на Одесской киностудии покажут легендарный фильм «Место встречи изменить нельзя». В музее кино есть отдельная экспозиция, посвященная кинокартине «Место встречи изменить нельзя». Это кабинет Жиглова, которого сыграл Владимир Семенович в 1979 году. Одесская киностудия организовала ретроспективу фильмов за участью Владимира Семеновича Высоцкого. В самом фильме в Одесской киностудии будет показано четыре фильма. В понедельник-тиждень будет открыт фильм «Вертикаль». Также одесситам покажут короткие встречи, «Белый взрыв» и «Опасные гастроли». 25 января в Музее кино на территории киностудии планируют открыть еще одну экспозицию к фильму «Опасные гастроли». Туда пригласили выступить одесских бардов, которые исполнят песни Высоцкого. И еще к 80-летию Владимира Семеновича выпустили открытки и марки с его портретом. Татьяна Лесничук, Виталий Кононов, 7 канал.